Здравствуйте, как обычно, по пятницам в это время в программе «В доле» мы рассказываем вам о доле женщин в бизнесах и о женской доле. 65 10 99 6 наш московский телефон, сайт finam.fm, заходите на страничку нашей программы «В доле». Сегодня мы пообщаемся с генеральным директором клининговой компании «Диана Офис Сервис» Ольгой Рожковой. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что из себя представляет ваш бизнес на сегодня. Что такое «Диана Офис Сервис»? Это подразделение глобальной истории с Дианой. Да, 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 я сейчас расскажу. Компания «Диана Офис Сервис» ходит в группу компаний «Диана». Непосредственно мое подразделение, которое я возглавляю, занимается клинингом, клинингом профессиональным и клинингом для частных лиц. То есть «Диана Офис Сервис» — это услуги, которые предоставляются на выезде, да, получается? И на выезде в том числе. Или, например, мы предоставляем услуги для контрактных, у нас контрактная система. Это могут быть и офисы, могут быть больницы, могут быть санатории, то есть везде, где необходима уборка. И также для частных лиц на выезде, безусловно, это и уборка квартиры, и чистка мебели. Все, что предполагает и в составе, и в корне уборка. Сколько у вас человек в подчинении, и что из себя, собственно, офис представляет? Офис у нас небольшой, потому что основная часть моих подчиненных находится на объектах. Всего сейчас в подчинении около 400 человек. Это небольшой называется? Ничего себе! Это целая армия сотрудников. Сейчас уже, да, но когда я приступила к обязанностям, это произошло три года назад, вот без малого. 13 июля будет три года. Компания состояла ровно на 100 раз меньше сотрудников было в моем подчинении. Вот за эти три года увеличилось в 100 раз количество сотрудников. То есть было 40 человек, а стало 400. Да, совершенно верно. И оборот компании у нас увеличился в 10 раз. И это ваше заслуга? Моя и моя команда. Обычно, когда мы общаемся с моими героинями, оказывается, что то, чем женщина занимается сегодня, и в чем она преуспела в плане бизнеса, вообще никак не вяжется с ее образованием. То есть человек, может, получил гуманитарное образование, там, филолог, занимается охранными системами. Или там, я не знаю, человек закончил языковую школу, возглавляет банк. То есть, ну, потом пришлось как-то доучиваться. Вы, по-моему, тут редкий случай, когда прямо целенаправленно из... Вы закончили Академию сервиса, да? Да, Академию сферы сервиса. И вот двигались вот так вот планомерно, как-то совсем не по-русски, а по западному образцу, сразу найдя свою нишу и развиваясь именно в ней. Как вы оказались в Академии сервиса? Это мама с папой решили, что хорошее образование для девочки? Если честно, Академия сервиса располагалась не так далеко от дома. Мама не хотела, чтобы я куда-то далеко уезжала, и поэтому мы поступили там, где поближе. Это абсолютно честно, это от души. По образованию я инженер-химик-технолог. Ну, в общем, тоже близко, да? Да, 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 да. Это мое образование связано непосредственно с химчистками и прачечными. И когда я закончила институт, естественно, передо мной возник выбор, куда же идти дальше мне работать. В химчистку или в прачечную? Да, или куда-то в совершенно другое место, потому что жила я в Пушкино, как-то не представляла себе работу в Москве. Но так пал выбор, я с этим согласилась и пришла в Диану в 97-м году, то есть в компании я, 15 лет. То есть сразу после вуза вас взяли, да? Сразу после вуза, да, я пришла, дипломированный специалист, но без практической базы. Все посмотрели на меня, да, конечно, очень хорошо, что у вас диплом, но вы понимаете, что нам необходим опыт. И предложили мне начать с самых азов. С диспетчера? С диспетчера. То есть это человек, который сидит за конторкой и принимает? Я принимала заказы, распределяла маршруты для водителей, мы принимали вещи на дому, дальше я комбинировала заказы, отправляла уже готовые заказы клиентам. А, то есть вы все-таки сидели скорее на телефоне, а не за конторкой? Да, у меня была организационная работа, логистическая работа. Прошло не так много времени, буквально несколько месяцев меня заметили и предложили мне, обратили внимание, что я достаточно лояльная с клиентами, умею решать конфликтные вопросы. И предложили мне должность менеджера по работе с клиентами. Если, например, возникают какие-то уже нерядовые ситуации, мне необходимо было выяснить и помочь клиенту. А вот это интересно, ведь ваше образование особо-то не подразумевало коммуникации с людьми. То есть это была какая-то более скрупулезная, может быть, немножко научная прикладная деятельность, работать с вещами, с реактивами, в лучшем случае с коллегами взаимодействовать. Откуда этот талант к общению? Ну, я думаю, что это исключительно природное. Это нигде не приобреталось. Я очень быстро нахожу язык с любым человеком. И, вы знаете, считаю это такой своей заслугой, потому что в детстве была очень закомплексованным человеком. В школе считала себя неким таким вот гадким утёнком. Никогда не была лидером в школе. А потом мне захотелось быть такой. То есть вот то, что я сейчас абсолютно в себе уверена, в то, что я могу с любым человеком найти общий контакт, я считаю, что это моя заслуга. А что, ну, был же какой-то момент, какая-то отправная точка, после которой вы поняли, что вы не гадкий утёнок, что вам хочется быть лидером. Это же далеко не все люди приходят в эту точку, которые талантливы, безусловно, и, я не знаю, способны на многое, но им не хватает именно вот какого-то действительно стерженька или поддержки какой-то со стороны близких, чтобы в этот талант вырастить и выпустить в мир. Я думаю, это помогла работа, потому что какие-то сложные моменты в моём характере, они стали мне мешать. Я начала над собой работать, как бы это ни было сложно. Я сначала ставила себе одну задачу и преодолевала, потом другую, третью и так далее. Мне это нравилось, что получается какой-то результат. Я воспитала вот в себе вот такого уверенного человека. Ну да, действительно, получается, от диспетчера до менеджера по работе с клиентами за три месяца вы говорите? Нет, там несколько месяцев, я уже, к сожалению, не припомню, сколько месяцев, но где-то вот в районе года. А дальше тоже прошло не так много времени, предложили должность уже начальника смены. Тоже где-то в течение года предложили должность уже достаточно серьёзная, это начальника производства. Это фактически заместитель генерального директора по производственной части. А не страшно было, когда, ну, в такие довольно сжатые сроки и после вуза, в общем, всё равно без особого какого-то там опыта работы вдруг оказаться у руля и управлять другими людьми? Страшно. Но это опять же был очередной шаг в работе над собой. Да, тебе предложили, да, ты чего-то не знаешь, но ты обязательно это узнаешь. И только вперёд, обязательно вперёд. А какие ошибки вы совершали, которые вот можно сейчас смело сказать, что я знаю, как не надо в начале пути? Нужно обязательно научиться работать с людьми. Это очень большая школа. У меня было несколько опытов неприятных, от которых я сожалею. Я неправильно и некорректно общалась с людьми. Я поняла, что самое основное в моей трудовой деятельности — сколотить свою команду. Если у тебя будут надёжные люди, преданные тебе люди, то можешь управлять в подчинении тебя, может быть, и 10 человек, и 200 человек, и 100 человек, и тысячи человек. Но это уже не имеет значения. Главное, чтобы вот эта команда, которая у тебя, она была твоей и преданной. А это очень серьёзная и кропотливая, корректная работа. Но это работа всё-таки по подбору людей, которые подходят тебе, или по притирке с уже существующими вокруг тебя людьми? Ведь бывает, что незаменимый специалист, какой-то уникальный, талантливый человек, но такой гад, такой мирский характер. И не выгонишь, потому что нужен. И невозможно с ним сосуществовать. Я думаю, что я не смогла бы работать с такой персоной, когда человек обладает уникальными профессиональными данными, но он очень сложный внутренне. Работа не пройдёт. Поэтому самое сложное, когда я формировала для себя команду, увидеть потенциал человека. Я понимаю, на что он способен. Он хороший подчинённый? Или он действительно лидер? Что я могу ему поручить? Потому что, безусловно, управлять всем самостоятельно невозможно. На начальном этапе в списке моих дел в новый день, вот я приходила на работу, список стоял порядка из 50 пунктов. Вы писали его сами? Я писала его сама. То есть я всегда приходила на работу утром, не начинала день с того, что планирую день. Он у меня был запланирован уже накануне. С вечера? С вечера. Я начинаю, приступаю. И потихонечку вычёркиваю все вот эти вот пункты, которые сама для себя... Ну а что там было в этих пунктах, например? Когда я приступила, было очень много текучки. Поэтому я поняла, что обязательно мне нужны серьёзные помощники для того, чтобы делегировать обязанности. Главное заниматься для руководителя — это стратегии, это видеть чуть с высоты. Мне иногда производственник говорит, ну вот вы поймите, что у нас нет вот этого и вот этого. Я говорю, если я начну это понимать, компания становится в развитии. Мне самое главное — путь вперёд. А уже все текучие моменты можно решить уже здесь, на переправе. Самое главное — вперёд. То есть главное было выработать некую стратегию, увидеть какую-то перспективу, понимать из пункта А в пункт Б, где этот пункт Б, а в процессе же могут происходить всякие форс-мажорные обстоятельства и прочее. Могут, но я всегда стояла перед собой цель. Цель чуть выше. Если какие-то возникают моменты, и всегда можно поправить. Всегда. Потому что самое главное — вот то впереди, к чему я иду. И так приучила уже своих коллег. Вы не объясняйте мне, что у вас есть какие-то сложности. Мне это ни к чему знать. Это ваша работа. А моя работа — привести вот именно туда. Ольга Рожкова, гендиректор клининговой компании «Диана Офис Сервис» сегодня в Доле. Оставайтесь с нами. Ольга Рожкова, генеральный директор клининговой компании «Диана Офис Сервис» сегодня в Доле. У нас московский телефон 65 1099,6 в вашем распоряжении. Если хотите задавать вопросы, или если вы в сети, заходите на финам.фм, на страничку нашей программы в Доле. Мы остановились на том, что самое важное — это было собрать команду. Да-да. Но ведь у вас же преимущественно женский коллектив вообще в компании «Диана». Насколько я понимаю, бизнес женский. Женский бизнес, безусловно. И считается, что женский коллектив невозможно собрать окончательно в какое-то адекватное состояние. Что это всегда такой источник склок, дрязг, каких-то сплетен, конфликтов и прочее. Вам удалось это побороть в своей компании? И вообще сталкивались ли вы с этим? Побороть, я думаю, что это невозможно. Я припоминаю, что моя учительница в начальных классах говорила, «Девочки, вы знаете, что может быть хуже ядерной войны?» Мы говорим, «Нет, конечно, мы не знаем. Это женский коллектив». Вот, я думаю. Поэтому побороть это невозможно. У нас есть определенные правила. Для меня очень важна внутренняя атмосфера в коллективе. Я обязательно спрашиваю, что дома, как у вас дела. То есть те сотрудники, с которыми я работаю каждый день непосредственно, я стараюсь быть с ними очень близка, откровенно. Я всегда использую возможность, чтобы мы куда-нибудь ходили вместе, посидели, поговорили. Я в курсе про детей, про мужей, когда что-то получается, не получается. Но здесь самое главное, чтобы это не мешало все-таки в работе. Вот это очень большая, такая тонкая вещь. Эти отношения должны перерасти в панибратство. Это очень важно. Вот, я только хотела сказать, так же можно на голову сесть. Или там, наоборот, я не знаю, пристать с какими-то своими... То есть есть же какая-то граница, за которой заканчивается... Я очень довольна тем, что они знают, где эта граница. Это вы ее выставили? Я ее выставила. Да, мы можем обсуждать любые вопросы. Но когда это касается бизнеса, они прекрасно понимают, что можно попросить, а что нельзя. А вот что можно попросить? Что можно попросить? Кредит. 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 Какие-то проблемы в семье. Нужно уйти пораньше, прийти попозже. Или какие-то проблемы со здоровьем. Они прекрасно понимают, что с этим вообще никогда сложностей не возникнет. Но по работе, но на работе это не должно касаться никоим образом. Они всегда четко знают свои обязанности. Даже если ребята мои уходят в отпуск или, не дай бог, заболевают, они знают, кому они могут поручить. Самое главное, чтобы их функции не возложились на меня. Я вообще знаю, что Диана, в общем, достаточно социально ориентированная компания. Я удивилась, что у вас столько активностей для сотрудников каких-то глобальных. Начиная от бесплатного бассейна, бесплатных столовых и заканчивая какими-то совместными выездами, какими-то социальными программами, благотворительными программами. Почему такое большое внимание этому уделяется? Ведь это же для компаний дополнительная нагрузка. Как известно, незаменимых у нас нет. Очень немногие компании напрягаются, чтобы таким образом добиваться лояльности сотрудников. Проще их запугать, например. Или как-то вообще дать им понять, что не хочешь работать, не работай и нанимать новых людей. Нет, компания Диана всегда была, так как я работаю в ней 15 лет, всегда была очень лояльна к своим сотрудникам. Внимательно прислушивалась к их нуждам. Нет такого принципа, если тебя что-то не устраивает, ты сразу же можешь уйти. Нет, надо выяснить. Обязательно выясняется, что не устраивается. И корректируются уже какие-то моменты в самой работе. Безусловно, предоставляются очень многие льготы, которые в других компаниях даже не рассматриваются как вариант. Несмотря на то, что... Это сопряжено ведь с дополнительной какой-то нагрузкой на компанию. Да, безусловно, безусловно. И тем не менее, руководители к этому очень внимательно относятся. Потому что женский коллектив, потому что все равно отношения, как я понимаю, в женском коллективе, они чуть менее формальные, чем обычно. Да, они немножечко в неформальном таком русле иногда проходят. Но тем не менее, вы знаете, гораздо проще работать с сотрудниками, которые уважительно относятся к компании, которые, вы понимаете, вот вы правильно заметили, что есть очень много лояльных схем и систем вознаграждения. Это всегда только в плюс. Это не в корыстных целях. Работа спорится гораздо быстрее и серьезнее. Люди понимают свою значимость, свою заинтересованность. В них заинтересованы. И решаются вопросы гораздо быстрее, чем проводится четкая линия. Мы по эту сторону, вы по эту сторону. Что сказали, то и сделали, и вовремя доложили. Этого нет. Это очень интересно, потому что я все-таки в большинстве компаний, и там, где я работаю, наблюдаю как раз обратную историю. Никто особенно не заморачивается тем, чтобы создать у сотрудника какое-то вот действительно такое нежное отношение к своему, к месту работы. Наоборот, проще всех запугать, что все держали за свое место, там какие-то подковерные интриги даже, может быть, простимулировать, да, чтобы, ну, у людей были другие стимулы оставаться на работе, а не заморачиваться на то, чтобы вот как-то их там эмоционально мотивировать, любить свою работу, свою компанию и так далее. Хотя мне тоже кажется, что это более эффективно, что если человек влюблен в свой бизнес, в свое дело, то он его делает гораздо больше, более эффективно, чем если он боится просто, просто боится потерять место. Почему, как вы думаете, почему большинство все-таки и даже крупных компаний не действует по этой схеме? Мне сложно дать оценку этим компаниям, но я вижу результат, когда это все происходит немножечко иначе, даже, может быть, совсем иначе. Безусловно, принцип кнутая пряника, он действовал всегда и будет всегда. И ведь это же можно регулировать количество пряника и количество кнута. И угрозами человека к креслу не пригвоздишь, более того, не заставишь его думать в целях компании. В интересах компании, безусловно. Он будет всегда смотреть на время и ждать какой-то неприятной ситуации. Случай, если я сделал хуже, а мне будет за это еще хуже. Нет, все-таки сознательность у взрослых людей, она должна присутствовать. Если человек абсолютно несознательный, его никакого специалиста не пригвозишь никакими гвоздями. И какую бы заработную плату ты не пообещал. Ну вот интересно, я почему спросила об этом, потому что совсем недавно разговаривала с одним своим приятелем, который работает начальником отдела в одной крупной компании. У них босс любит такие штуки делать. Подойти и сказать, а вот ты висишь на волоске. Или там твой колокол уже звонит, имей в виду. И человек не понимает, что имеется в виду. Я вишу на волоске, это что, мне надо лучше работать или мне надо искать себе наоборот другую работу уже. Это тоже вот как-то действует. Я предпочитаю, если я вижу, что тот или иной сотрудник делает то, что мне не нравится. Я предпочитаю всегда прямой и откровенный разговор, в котором, возможно, даже упомяну какие-то фатальные вещи. Например, я даю вам месяц. Если в течение этого месяца вы не услышите меня, и вы не будете делать того, о чем мы с вами договаривались при приеме на работу, мы вынуждены будем расстаться. Я не буду какими-то полунамеками это говорить. Человек должен понимать. Если, как вы говорите, один из коллег звонит колокол, тогда нужно понимать, какой это колокол, в каком направлении он звонит. Гораздо проще задать сразу направление, что мне не нравится вот это, это, это. Это гораздо проще исправить. Это для компании в целом будет правильно. Я гораздо быстрее получу результат. А если я его не получу, то, естественно, мы расстанемся. А вы берете на себя такую заботу обучать людей, которые, как вы, когда-то с дипломом пришли, без опыта? Да. Вот приходят новички зелёные. Тоже же с ними возни-то сколько? Да. Причём, если учесть, что у меня совершенно нет таланта, как я считаю, педагогического. Мне гораздо проще, раз ты не видишь, это всё так просто со стороны. Но на самом деле, если я вижу потенциал человека, мне интересно с ним работать. Мне интересно ему давать какие-то советы, направлять в то или иное русло, где я вижу, что он лучше справляется. Вот смотрите, если вы сделаете вот так, вот так, то в будущем у вас могут быть перспективы роста такие-то, такие-то. Я всегда-всегда говорю о перспективах роста. Для сотрудников ИТР, для своих топов, всегда оставляю в разговоре возможность на перспективу. Вот возможно будет и так, возможно и так. Вот давайте вот у нас ещё такой-то такой-то рост осуществится. И не только заработная плата, потому что я со многими людьми уже пришлось поработать, не всегда заработная плата является стимулом. Это я вас точно уверяю. Гораздо больше иногда человека волнует самовыражение, какой-то саморост личный, да? Да, либо самодостаточность и самое главное оценка его. Даже небольшой подарок, вот к празднику я смотрю, как горят глаза, что спасибо именно вам, я благодарю именно вас. И люди это воспринимают гораздо больше, чем премию. А когда вы начинали работать, откуда вообще вы, как вы поняли, что это надо делать? У вас был такой же начальник? Вы чьим-то примером руководствуетесь? Я работала с очень многими руководителями. Возможно, это их заслуга. Скорее всего, некий такой симбиоз своих наблюдений, своих каких-то наработок и, безусловно, опыта. Опыта тех руководителей, с которыми мне пришлось работать. Мне всегда очень везло с руководителями. А когда, вы помните момент, наверняка помните, расскажите, что вы испытали, когда вам предложили самой стать руководителем, возглавить клининговую компанию, стать генеральным директором? Вы были к этому готовы? Я не была к этому готова. Я ждала в жизни каких-то перспектив. У меня были планы на какие-то... Какое-то движение. На какое-то движение, да. Но то, что я возглавлю компанию, в голове этого не было. То есть внутри я себя готовила к чему-то большему. Вот всегда по жизни, возвращаясь к разговору о том, что как я воспитала в себе вот эту вот уверенность, а потом уверенность воспитала во мне успешность и так далее. Я всегда ставила перед собой цели. Всегда. Вот на протяжении, наверное, уже лет десяти, это точно. Добиваясь одного, я в какой-то момент получала наслаждение от этого. Все хорошо, моя цель достигнута. И дальше, 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 дальше. И вот это вот было, наверное, очередным таким событием в моей жизни. Но именно к этой должности я не была готова. После услышанного предложения я, естественно, испытала шок. Потом, подумав, опять же, воспользовав своим же личным опытом и принципом. Иди дальше, чего ты не знаешь, ты узнаешь. Ну вы же понимали, да, что от таких предложений не отказываются, наверное. Ну как сказать, нет, вы знаете, я не могу стать генеральным директором, мне кажется, у меня не получится. Это поставить на себе крест. Возможно и так. Возможно и так. Я понимала, что второго предложения, возможно, и не последует. Но что было самым страшным? Восглавить большее количество людей или взять на себя большую ответственность? Давайте об этом после новостей. Хорошо. Друзья, у нас в гостях Ольга Рожкова, генеральный директор клининговой компании «Диана Офис Сервис». Оставайтесь в доле после новостей. В программе «В доле» говорим с Ольгой Рожковой, генеральным директором клининговой компании «Диана Офис Сервис». Вспоминаем момент, когда Оле предложили возглавить компанию. И понятно, что от таких предложений не отказываются. Но что было самым? Что боялись-то? Что страшного-то? Если уже действительно начальником отдела работала и представляла себе весь спектр работы, все механизмы, которые в компании действуют. Сложное было освоение коммерции и освоение этапов управления. Это было для меня неким управленческим опытом. Я уже обладала, но в таких масштабах у меня, конечно, этого опыта не было. И вот в этом было самое сложное. Пришлось учиться идти куда-то или нет? Да, я училась дополнительно, занималась самообразованием. То есть все курсы в моей отрасли, в клининге, потому что для меня это было новым. Я постаралась посетить, постаралась услышать курсы для генеральных директоров непосредственно клининга. Управленческие навыки, коммерческие. Но у меня одно преимущество. Мне кажется, это природная коммерческая жилка, она присутствовала всегда. Это мне очень здорово помогает. У меня есть некое такое чутье, куда нужно идти и в какой момент. И самое главное, правильно сформированная цель. Я хочу этого добиться, обязательно нужно это сделать. Даже если я понимаю, что в данный момент это не получается, я не расстраиваюсь. Я знаю, что если я приложила максимум к этому усилий, мне нужно просто немножко подождать, и все придет в руки. Можно только позавидовать, конечно, такой целеустремленности. И, конечно, это фантастический результат, в 100 раз увеличить штат. И во сколько? В 10 раз оборот компании. Что вы для этого делали? Как вам это удалось? В первую очередь, это, безусловно, коммерческая деятельность. Потому что сейчас, несмотря на то, что в Москве очень много, и в России, безусловно, я говорю именно о Москве, очень много конкурентов, эта отрасль очень активно развивается. И нужно внимательно наблюдать тенденцию развития в разных отраслях. То есть коммерция была самая сложная. И я могу сказать, что сейчас я чувствую себя очень уверенно. Я понимаю, куда нужно идти, где обязательно будет результат. У меня уже сейчас продумано минимум на 2 года вся своя стратегия развития компании. То есть вы планируете приумножать этот результат? Обязательно. Самое главное – удержать, потому что конкуренции очень много, и работа очень серьезная. В основном я это оставляю за собой. Работа с клиентами. Я всегда должна знать обратную связь. Я всегда поинтересуюсь, все ли у нас хорошо. Необходима ли моя помощь и так далее. Заказчики, безусловно, это оценивают. И все контакты и контракты наработаны. Слава богу, все 3 года с нами остаются. Но на этом я никогда не останавливаюсь. И всегда уже понимаю, что сейчас нужно идти дальше, 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 дальше. А когда вы возглавили компанию, больше клиентов было у нее каких-то юридических лиц? Компании или физически? Практически в равной степени и юридических компаний, и частных лиц. Я пытаюсь понять, за счет чего так сильно вырос оборот? За счет привлечения контрактов, за счет юридических лиц. Потому что это основная часть дохода, безусловно. Это уборки в офисах или это уборки постремонтные какие-то? Или там, я не знаю, чистка костюмов для всего персонала каких-нибудь компаний? Чистка костюмов занимаются другие юридические лица, которые входят в группу компаний Диана. Я занимаюсь только уборкой, я говорила уже и частных лиц, и юридических компаний. Это может быть все что угодно. У нас и торгово-офисные центры нами убираются, и больницы, и санатории, и высшие учебные заведения. То есть в нашем списке уже огромное количество, можно чем похвастаться. Вот интересно, я не так давно разговаривала как раз тоже с одной молодой компанией. У них тоже клининговый бизнес, они такие стартаперы, у них все еще только начинается. И они как раз удивительным образом говорили о том, что вообще-то клининговый бизнес, именно такой, которым занимаетесь вы, преимущественно мужской, потому что твои подрядчики, особенно если это какая-то промышленная уборка, мытье окон на высоте или уборка помещений после ремонта, это, как правило, мужики, это какие-то суровые парни, знатоки своего дела. Приходится ли вам сталкиваться с такими? В вашей команде есть такие люди? Мы говорим о том, что, с одной стороны, это женская компания, в которой больше женщин, а с другой стороны, наверное, в числе подрядчиков действительно больше мужчин. И они достаточно мужские мужчины, и с ними нужен какой-то особый подход. К ним нужен особый подход. Не скрою, когда мы знакомимся, есть какая-то доля недоверия женщин. Блондинка. Да, тем более, и что она здесь нам скажет. Я не стараюсь убедить в чем-то на словах. Я всегда говорю, мы все замечательно рассказываем, давайте начнем работать. Когда мы начнем с вами работать, у вас будет возможность оценить мою работу, работу моей команды и работы в целом компании. И, как правило, это хороший аргумент. Они это понимают. Я не стараюсь их словесно в чем-то убедить. Хотя, безусловно, от первой встречи зависит очень многое. Если возникают вопросы, я стараюсь на все вопросы ответить. Если возникают какие-то сомнения, я стараюсь их развеять. То есть работа с клиентом поначалу, она самая важная. Важно ли здесь, вот вы говорили о том, что когда набираешь персонал и общаешься со своим контингентом, очень важно быть максимально открытой, искренней, даже где-то честной. Когда общаешься с клиентом, это работает или наоборот, нужно как-то следить за тем, что ты говоришь? Будешь, я не знаю, создавать какой-то образ, может быть, поначалу? Не быть такой слишком открытой, ведь он может это принять как-то не... Безусловно, но любые переговоры я стараюсь вести все-таки в русле таком расслабленном, не в сильном официозе. С войском? Да, я могу поинтересоваться какими-то личными моментами. Естественно, не с первых минут, а для того, чтобы тебя запомнили. Для того, чтобы тебя запомнили, если это будет сплошной официоз, ничего в голове не останется. Если я касаюсь каких-то тем, возможно, это не личных, я не спрашиваю о семейном положении. Но галстук похвалить можно? Можно, да. Самое главное о себе оставить какое-то воспоминание. Приятное. Приятное воспоминание, да. А людям всегда очень приятно, когда интересуются непосредственно ними, когда их очень часто называют по имени, по имени-отчеству. Мне кажется, для любого человека это самое приятное, что можно услышать. Поэтому я очень часто это использую. Очень интересный опыт общения с моими героинями. Обычно многие женщины, с которыми я общаюсь, говорят, залог успеха моего личного, например, это то, что я работаю рядом с домом. У вас совершенно противоположная история. Вы живете за городом и ездите через всю Москву на окраину, в другую сторону, на работу. Это такой челлендж. Это вы сами себе такую растяжку придумали? Накачку мышц таких всяких идейных? Или так просто сложилось? Так сложилось. Вы же генеральный директор, вы же могли, наверное, себе как-то уже какие-то другие условия вытребовать существования? Я когда приступила к своим обязанностям, офис уже был сформирован, он имел определенный адрес, поэтому мне необходимо было взять свои вещи и переехать туда, в эти стены. А к дороге в Москву я уже привыкла, как только я пришла в Диану, первый наш офис располагался на метро Калужская, на улице Бутлерова. Собственно, там он располагается по сих пор. Это было первое место моей работы. Дальше я немножечко приближалась к дому, также удалялась. Сначала позволяла себе, думаю, ну, я пока не замужем, я поезжу. Сколько километров от МКАД? От МКАДа 8 километров. А. Да, это недалеко, но очень длительное время сама дорога занимает. Если через всю Москву ехать в другую сторону. Да, достаточно долго. То есть у вас нет персонального водителя, личного автомобиля, потому что бессмысленно ездить на работу в авто? Есть водитель на работе, он помогает мне, потому что если запланировать 2-3 встречи, сколько я максимум могу 3 встречи запланировать за день, без водителя я просто не справлюсь. Поэтому вот внутри Москвы мне помогает человек, а домой я добираюсь уже самостоятельно. На чё вы ездите? На электричке. На электричке? Да. То есть вы вот в красивом своём офисном костюме, на каблуках, в полном макияже, с этой роскошной своей белой гривой ездите на электричке? Да. И вас это не смущает? Вы знаете, нет. А народ нормально реагирует? Ну вы, очевидно, не выглядите как регулярный пассажир электрички? Нет. У меня появилось небольшое преимущество. Теперь ходит экспресс, и там достаточно много таких личностей, уверяю вас. То есть мы становимся в этом смысле похожи на мегаполисы вроде Лондона или Токио, да? Где топ-менеджеры ездят на электричках просто потому, что на автомобиле невыгодно. Нет смысла ехать на автомобиле, и руководство, в принципе, я генеральный директор, поэтому я должна ездить только на автомобиле. И я понимаю, что я не успею всего того, что запланировала за весь день, и меня это не смущает. А в чем вы занимаетесь в дороге в электричке? Читаю. Смотрю что-то по интернету, если необходима какая-то информация, или просто сплю. Да, даже так. Иногда удается просто подремать, закрыть глаза и подремать, особенно после рабочего дня. Вы ведь все-таки уже мама и жена, и не один год. Как ваши мужчины, сын и муж относятся к тому, что вы два часа на электричке ездите в Москву, и во сколько вы возвращаетесь домой? Около восьми или девяти часов вечера. Я очень благодарна своим мужчинам, особенно мужу за его понимание. Я очень благодарна мужу за то, что он позволил мне вырасти. Я вижу опыт своих коллег, знакомых. Он работает в другой области? Он работает в другой сфере, да, он работает в строительстве, и он позволил мне это сделать. Он никогда не упрекал меня, что я приезжаю не во столько, во сколько ему хотелось бы. Мне достаточно позвонить, сказать, что я немножко сегодня задерживаюсь. И сын тоже научился это понимать. Я воспитываю в нём сознание, что если ты хочешь чего-то добиться в жизни, оно на ладошки не придёт. Самое главное, чтобы было твоим любимым делом, чтобы ты выкладывался для того, чтобы получить результат. И ребята понимают, но несмотря на свою занятость, я своих обязанностей не снимаю. То есть вы готовите? Я готовлю, да. Я всегда готовлю сама. Я все выходные посвящаю именно этому. Я всегда знаю, что у сына, что нам задали, и в какой момент. То есть я абсолютно всех в курсе, всех событий, которые происходят в семье и у сынов в частности. А когда вы забеременели, вы работали уже начальником отдела, правильно? Я работала начальником уже производства. Вы начальником производства. Вы уходили в декретный отпуск? Да, я уходила в декретный отпуск. На сколько? Я сидела с ребёнком три года. Ух ты! Да. У вас был такой большой перерыв. Да. И вам это не помешало стать генеральным директором? Нет. Вот это мне очень интересно, как вам это удалось. Обычно я по себе сужу, хотя, в общем, у меня и не было такой-то ответственной работы, чтобы в моём почине не были люди. И всё-таки, когда ты делаешь бизнес, выпасть из него на три года, это ведь фатально, как правило. Ты уже не можешь вернуться туда же, потому что жизнь ушла далеко вперёд, и ты, в общем, тебе надо начинать с нуля. Как вам удалось законсервировать эту ситуацию? Три года. Я благодарна своему руководителю, что она видела во мне потенциал. У меня была небольшая дилемма. После рождения ребёнка я понимала, что мне будет крайне сложно, потому что основная моя сейчас цель – это ребёнок. Как бы мы ни были довольны своими успехами, своим карьерным ростом, конечно, мы в первую очередь мамы. И для нас основная задача – это воспитать хорошо детей. Да, но это практически не удаётся никому. Мне приходилось в два с половиной месяца ездить с ребёнком на работу или цедиться в радио в какой-нибудь рубке, потому что надо работать, иначе тебя кем-нибудь заменят. Очень интересная беседа с Ольгой Рожковой. Продолжим после новостей на Финаме. Оставайтесь с нами. Ольга Рожкова, генеральный директор клининговой компании «Диана Офис-сервис» сегодня с нами в доле. Присоединяйтесь. 6510-99,6, московский телефон, финам.фм, страничка программы в доле для ваших вопросов или комментариев. Ольга просто уникальный человек, потому что ваша история меня вдохновляет, поскольку как это – уйти на три года в декрет и вернуться и стать генеральным директором? Вот расскажите, пожалуйста, не страшно было потерять свою работу, квалификацию, опыт, место? Должность генерального директора я получила уже после декретного отпуска, года, наверное, через два, два с небольшим. До этого я продолжала деятельность на одном из наших предприятий, группы компаний «Диана», а потом уже получила это предложение. Была начальником производства. Ну, вы были начальником производства, и вы на три года ушли. Это, ну, повторюсь, в сегодняшней нашей жизни с дикими скоростями и прочим-прочим-прочим. А тебя забывают через месяц. На твое место приходят другие люди, их масса, их много. Ну, действительно, незаменимых у нас нет. Как вам удалось стать незаменимой? Здесь заслуга моего руководителя. Она не забывала обо мне. Когда я высказала свои пожелания, что хочу вернуться и вернуться в эту же систему, мне предложили должность. Тем более, недалеко от нас открывалось новое производство. И мне предложили на это производство прийти в этой же должности. А у вас не было такого, ну, просто зуда внутреннего, что я вот свою карьеру сейчас здесь просиживаю дома с пеленками, с бутылками? Было. Было, было такое ощущение. Было сложно. Мне было сложно сидеть дома. Я приучила себя. Это в Диану я пришла после института, а работаю я уже с третьего курса. Сначала это было на каникулах, потом это уже совмещалось с учёбой. И, конечно, я приучила к себя такому темпу жизненному. Мне было сложно. Когда ребёнок был совсем-совсем маленький, там недозадумывание. Делаешь регулярно одну и ту же работу. А когда ребёнок уже подрастает, хочется развития, хочется немножечко другого. Я не смогу себя представить домохозяйкой. Мне кажется, я сама себя просто похороню. Но, тем не менее, вы три года просидели дома. Да, я понимала, что это необходимо для ребёнка. Я изначально сказала сама себе, что как бы ты ни хотела, ребёнок должен пойти в садик, а ты должна выйти на работу. Только тогда. Да. И всё это время вы практически не работали, не зарабатывали денег. Ведь это, наверное, тоже был какой-то довольно сложный психологический момент. Я пыталась это совместить, сидя дома с ребёнком, какую-то работу на телефоне. Но это всё было настолько в ущерб ребёнку. Если бы я уехала куда-то и оставила бы за себя человека, это было бы, наверное, более продуктивнее. А находиться в одной квартире с ребёнком, понимать, что сейчас ему нужно внимание, я испытала такой психоз и перестала этим заниматься. Ну, можно было сойти с ума, на самом деле, от того, что ты был сам себе хозяин, ты сам себе, у тебя были, всегда был твой кошелёк под рукой. Ты могла в любой момент, когда тебе хочется, сходить в ресторан, купить себе туфли, я не знаю, там, взять, куда-нибудь сорваться, уехать. А здесь ты целиком полностью зависишь от мужчины, который рядом с тобой. Здесь заслуга мужчины в том, что он никогда не позволил мне чувствовать какую-то ущербность ни финансовую, ни эмоциональную. У нас здесь проблемы не было никогда. Я ни в чём не нуждалась. Это, безусловно, заслуга мужа. И у нас не обсуждалось, что какие-то ущербности для меня я не испытывала никогда. — Сложно было возвращаться на работу? — Сложно было возвращаться на работу. Знаете, как будто какой-то сдвиг во времени произошёл. Я почувствовала, что я выбыла из этого. Да, вы правильно заметили, что самое главное, если удаляешься надолго, то потом адаптация происходит сложно. Я понимала, что как будто что-то от меня уже убежало. Но я наверстала всё это достаточно быстро. — Как вам это удалось? Вы, опять же, поучились чему-то или какие-то консультации были с начальством? — Да, консультации. У меня всегда были очень тёплые, хорошие отношения с коллегами. Того, чего мне не хватало, я быстро у них узнала. — Сегодня ваш сын и ваш муж видят, что вы босс, видят, что у вас в подчинении 400 человек. Они вами гордятся или их это смущает? — Нет, они гордятся. Они, повторяю, с пониманием к этому относятся. Потому что, да, безусловно, какая-то ревность к моей работе у них присутствует. Но они видят, что мне это нравится. Знаете, это основной залог успеха. Если тебе нравится работа, тебя ничто не заставит ехать два часа в одну сторону в электричке. — И два часа в другую, четыре часа в дороге. — В другую сторону, да, жертвовать чем-то. Мне нравится моя работа, я считаю, что это основной залог моего успеха. Мне действительно это нравится, это вот не слава. К счастью, для меня это не слава. — Я сейчас подумала о том, что, наверное, единственный плюс того, нет, два плюса того, что ты четыре часа проводишь в дороге, это, ну, во-первых, то, что ты имеешь возможность лишний часик воздремнуть по дороге. И, наверное, пока ты едешь обратно с работы домой, ты успеваешь остыть и прийти в какое-то более-менее домашнее состояние, настроение. Или нет? — Я стараюсь это сделать, но я никогда не поверю женщинам, которые занимают высокие должности. Говорят, я дома одна, на работе другая. Нет, невозможно. Это только под силу робота. Мы все люди, мы все с чувствами. Конечно, я не могу какую-то свою эмоциональность проявить на работе. А дома без разрядки, я не говорю, что я открываю дверь и начинаю кричать. Нет, но вот это внутреннее напряжение, оно сохраняется. И здесь самое главное, чтобы близкие от этого не страдали. Это большая психологическая работа. Нужно позволять себе и учиться освобождаться от этого. Обязательно нужен правильный отдых. Правильный отдых. — Например? — Например? — Ну что, там йога, я не знаю, или какие-нибудь поездки на море? — Мне очень хорошо помогает путешествие. Я вообще очень большой путешественник. Вот смена обстановки. Даже мне достаточно поехать в Суздаль. Я очень люблю этот город. И я приеду совершенно с другим настроением. Я полностью освобожусь от этого негатива. — И сколько раз в году у вас получаются такие поездки? — Очень часто. — Правда? — Очень часто, да. Мы постоянно куда-то уезжаем в выходные, или в субботу, или в воскресенье. У нас есть масса дорожных сумок. Для нас ничего. Вот я приучила своих к такому лёгкому подъёму. Всё, мы собрались и уехали. И вот сейчас у меня уже запланировано несколько поездок. Это связано и с отдыхом, и с командировками. Всегда в какой-то динамике, в какой-то поездке. — А как вам удаётся эти планы осуществлять? Ведь я постоянно сталкиваюсь с тем, что ты что-то планируешь, а в итоге дальше ситуация развивается так, что ты не можешь свои планы реализовать. Когда на тебе столько всего, у тебя ответственность в бизнесе, даже если не форс-мажоры. Всё равно ты там за полгода спланировал на майские праздники куда-то съездить, а к майским праздникам уже у тебя столько всего навалилось на тебя, столько всего происходит, что ты понимаешь, я не поеду. Вот сейчас я просто не могу этого сделать. Как вам удаётся всё разгрести и всё-таки взять и поехать, как задумано? Бывает и такое, безусловно. Но если я для себя что-то решила, что, например, мне необходима поездка, например, через полгода, где-то на полгода у меня поездки всегда уже запланированы, я уже это воспринимаю как должность. Как должность, что эта поездка в любом случае произойдёт, только я все события и все обстоятельства вокруг вот этой поездки планирую. Расскажите немножечко, если это не секрет, в какие планы у вас, как у генерального директора по развитию дальше компании, чего не хватает, что можно ещё сделать, что ещё можно добавить к вашему букету достижений. И, может быть, вам лично чего-то не хватает? Вы же говорите, что вот есть какое-то место, на котором я нахожусь, какое-то время мне на нём хорошо и приятно, а дальше надо двигаться вперёд. Куда дальше двигаться? Вы знаете, сейчас вот на этом месте мне очень комфортно. Ничего в данный момент я менять бы не хотела. Возможно, через год у меня появится, а может быть, через полгода, какие-то другие амбиции. Сейчас нет. Сейчас мне хочется развиваться дальше. Я вложила очень много трудов, и сейчас эти труды уже работают на меня. Вот эта активная коммерческая деятельность, она даёт о себе знать. Уже идёт хорошая обратная связь. Уже очень многие клиенты просят, чтобы я с ними работала. Если раньше мне приходилось убеждать их в том, что работаете только непосредственно со мной, то сейчас хорошее развитие компании, хорошее качество позволило мне уже пожинать свои плоды. Поэтому мне приятно, когда те или иные клиенты дают телефон своим коллегам, друзьям. Говорят, мы бы хотели, чтобы именно ваша компания оказывала у нас услуги. Сейчас можно сказать, что основные пополнения клиентской базы происходят по рекомендациям. В том числе по рекомендации, да. Если брать из 100%, то это порядка 60% уже наработанные свои связи. А остальные 40% — это какая-то прямая реклама? Это ещё дополнительная коммерческая деятельность, которую я постоянно веду. Под коммерческой деятельностью вот здесь вы имеете в виду рекламу? И рекламу, и знакомство. Я могу, например, посмотреть какую-то тенденцию, что сейчас развивается, или, например, что сейчас открывается, и направить все силы туда. И вот в такой сложной тендерной борьбе постараться победить именно там. Потому что конкурентов очень много, они не спят. В чём секрет победы в тендере? В чём ваш сильный аргумент? В искренности. В искренности. Я всегда говорю клиентам, даже несмотря на то, что вижу какие-то сложности, я говорю об этих сложностях. Я говорю, где, в какой момент будет проблемно. Но эти проблемы я постараюсь максимально взять на себя. Но всегда их озвучиваю. Я никогда не говорю, что возьмите нас, работайте с нами, у вас всё будет хорошо. Нет, я стараюсь быть с ними откровенно. И несмотря на то, что у людей сейчас такая сложная жизнь и такой цепь нот, откровенность видится. С другой стороны, ведь вы можете приехать к клиенту и понять, что этот человек вам не симпатичен. Вот просто по-человечески неприятно с ним общаться. Бывает. Это часть профессиональной деятельности. Я никогда этого не покажу. Я всегда буду разговаривать с ним, как будто мне с ним комфортно. Чего вам не хватает для полного счастья? Знаете, я, наверное, могу себя считать счастливым человеком. Для полного счастья, наверное, более частых улыбок моего сына. Вот для полного счастья. Так, всё, что я хотела в жизни, всё, что я планировала, я надеюсь, что так и будет развиваться. Я достигла и реализовала себя и в семье, и в моей работе, и многим этого желаю. Самое главное – уметь правильно выстраивать свою мечту. Не нужно бояться мечтать. Ну, нужно мечтать так, чтобы это можно было реализовать. Совершенно верно. Мечта должна иметь чёткие очертания. Спасибо огромное, друзья. Мечтайте. Ольга Рожкова. Спасибо. Спасибо.